Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Налоговая грамота – тема нашей сегодняшней беседы. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Васильевич Дывойна. Родился в 1967 году в городе Столине Брестской области. Окончил с отличием Белорусскую сельскохозяйственную академию, Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал главным бухгалтером совхоза в Осиповичском районе Могилевской области. В налоговых органах работает с 1995 года. Прошел путь от старшего налогового инспектора Осиповичской налоговой инспекции до начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Шкловскому району Могилевской области. В 2015 году занимал должность первого заместителя председателя Осиповичского райисполкома. С 18 марта 2016 года возглавляет инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности налоговых органов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Рады вас видеть. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, который отмечался буквально накануне. Ольга, спасибо большое за поздравление. В принципе, это, я считаю, поздравление адресовано всем 736 должностным лицам налоговых органов Гомельской области. Это 13 налоговых инспекций, 3 самостоятельных управления и 9 отделов по работе с плательщиками, которые раньше были районными инспекциями. Работа сложная, а 80% вашего коллектива – это дамы. Что бы вы хотели пожелать вашим сотрудницам? Ну, я, наверное, пожелаю не только сотрудницам, я, наверное, пожелаю всем работникам налоговой инспекции – это в высшей степени профессионализма и крепкого здоровья. И тогда у людей все сложится, ну, просто на удачно. Профессиональный праздник – это всегда хороший повод собраться всем вместе, обсудить достигнутое, наметить какие-то стратегические планы. Как вы это делали в этом году? Удалось ли в полной мере? В принципе, наш профессиональный праздник – это результат, наверное, той плодотворной работы, которая показывалась на протяжении ряда лет и который был установлен указом главы государства. Вот это есть в высшей степени, я считаю, оценка на уровне государства, когда устанавливается профессиональный праздник определенной категории работников, должностных лиц, определенной профессии. Казалось бы, такой немногочисленной категории, но такой важной для нормальной жизни цивилизованного общества. Ольга, я с вами совершенно здесь согласен. Категория, точнее, численность должностных лиц налоговых органов, она небольшая по сравнению с другими трудовыми коллективами. Но вот результат ежедневной плодотворной работы, результат взаимодействия с органами исполнительной власти, результат взаимодействия с контролирующими органами, применение инновационных технологий, цифровая трансформация форм работы налоговых органов – вот это и показывает эффективность сегодня налоговой системы, это показывает эффективность поступления платежей в бюджет. А они поступают добросовестно? Они поступают добросовестно, и сегодня плановое назначение местного бюджета выполнено на 101,4%. Исполнен консолидированный бюджет области на 1,3 миллиарда рублей. И основная сумма поступлений – это 97%, которая складывается в добровольном порядке, без применения любых фискальных воздействий со стороны налоговых органов. Прежде чем мы перейдем к основной части нашей программы, к обсуждению актуальных вопросов и к ответам на вопросы наших зрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. На этой неделе в регионе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Будокошелевского, Житковичского, Жлобинского, Рогачевского и Кармянского районов. Их жители ждут спортивные соревнования, праздничные концерты, молодежные туристические слеты и многое другое. 18 июля исполнится 110 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, уроженца Ветковского района Андрея Громыка. В этот день в Гомеле и на малой родине выдающегося дипломата и государственного деятеля состоится ряд памятных мероприятий. В частности, торжественные митинги в сквере имени Громыка и на главной площади Ветки, а также открытие музейных экспозиций. В субботу на центральной площади Будокошелева пройдет областной конкурс творческой молодежи «Под белыми крылами». Конкурс проводится уже более 10 лет. Ежегодно молодые люди в возрасте от 14 до 31 года демонстрируют свое мастерство в хореографии и вокале. Ежегодно в 3-е воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден еще в 1957 году. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после войны. За событиями из жизни нашего региона следите вместе с телеканалом «Беларусь-4» Гомель. Владимир Васильевич, а откуда вы предпочитаете узнавать новости? Ольга, интересный вопрос. Я, наверное, отвечу так. Вот именно новости бытового плана, новости региона. Действительно, узнаем телекомпания «Гомель», «Беларусь-4», первый городской канал. Конечно же, периодическая печать – это местные наши газеты, в том числе «Гомельская правда». Есть и профессиональные новости. Это наших два профессиональных издания «Налоги Беларуси», «Консультант-предприниматель». Однозначно это телевидение и однозначно это тот современный ресурс, которым пользуются, я думаю, процентов 90 граждан Республики Беларусь. Это интернет. Спасибо, что смотрите нас, это очень приятно. О новациях в работе налоговой службы мы сегодня еще поговорим, а пока я хотела бы вернуться к главной вашей задаче – это наполнению бюджета. Вы отметили ее выполнение как достаточно успешное, 97% всех платежей поступают своевременно. А что касается оставшихся трех, кто эти плательщики, можно ли их считать недобросовестными? Ну, наверное, их считать недобросовестными нельзя. Здесь в большей степени каждый налогоплательщик понимает ту свою обязанность по своевременной уплате исчисленных сумм платежей бюджета. Разные бывают обстоятельства. В основной части, я считаю, здесь это экономические обстоятельства, которые складываются у каждого индивидуально, какие-то несовременные расчеты, где-то неисполнение качественно договорных обязательств с контрагентами. И вот здесь возникает вот та ситуация, которая касается трех именно процентов. Да, есть случаи доначисления платежей по проведению проверок, они тоже входят в эти 3%. Но надо здесь сказать, что сегодня сумма задолженности на 1 июля составила порядка 11 миллионов рублей. Это всего 0,24% от всех плановых назначений. Поэтому, если смотреть, удельный вес, она незначительна. И надо сказать о том, что вот эти 11 миллионов рублей, они не то, что вообще не поступят бюджет, они поступят бюджет, но с нарушением тех сроков, которые определены налоговым законодательством для внесения их по сроку 22 числа или по сроку, соответственно, мы смотрим и анализируем данные на первое число, следующее за отчетным месяцем. Тревожит ли вас, когда вот отчетный месяц, отчетное число заканчивается, а платежи не поступают? Ну, сказать, что не тревожит, это скривит душой. Тревожит, конечно. И здесь необходимо налоговому инспектору, должностному лицу обязательно понять, почему это случилось, первое. И второе, что же сделать, какие меры законодательства налогового применить, способы обеспечения взыскания, чтобы и платежи в бюджет поступили, и, соответственно, работоспособность плательщика сохранялась на том уровне, которым она должна быть. Спасибо большое. Мы продолжим эту тему. Простите, так получилось, что я вас перебила, но мне сообщили, что у нас есть звонок. Давайте не будем заставлять долго ожидать человека на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Значит, у меня такой вопрос. Моя дочь уже два года учится на дневной форме обучения в университете в Вильнюсе. Обучение платное и дорогое. Я сама оплачиваю его. И я бы хотела поинтересоваться, есть ли у меня какие-нибудь льготы? Спасибо. Дочь два года учится за пределами Республики Беларусь. Значит, если бы человек обучался бы в Республике Беларусь, получал здесь высшее образование, среднее специальное или персонально-техническое, в этой ситуации, да, были бы льготы, применялся бы налоговый вычет суммы тех платежей, которые уплачиваются за обучение. При обучении за пределами Республики Беларусь такого права у налогоплательщика нет. Но здесь есть еще один налоговый вычет. Это стандартный налоговый вычет, который применяется на иждивенца, а дочь, обучаясь на стационаре, хоть и за границей, по отношению к матери, будет являться иждивенцем. Поэтому здесь по основному месту работы могут быть предоставлены вычеты в размере 34 рублей ежемесячно. На обучение, вот та плата, которая на обучение... Представляю, какой это процент от общей суммы, которую родители тратят на обучение ребенка? Это копейки, потому что государство предусмотрело льготы здесь для, скажем так, тех граждан, которые обучаются на территории Республики Беларусь, в наших учебных заведениях. Ну, то есть, прежде чем такое ответственное решение принимать и куда-то чая-то отправлять учиться далеко, нужно очень хорошо взвесить свои возможности и особо не рассчитывать. А, кстати, кто еще имеет право на налоговое вычеты? В каких случаях можно такую вот поддержку получить от государства? Это большой такой вопрос, если мы говорим о подоходной налоге. Ну, наиболее распространенные, скажем так, категории, которые, ну, реально, такие жизненные ситуации, с которыми чаще люди столкнутся. Ну, если мы говорим о физических лицах, это физические лица, которые будут иметь имущество, налоговый вычет, да, связанный со строительством жилья. Если молодая семья состоит на учете нуждающихся, соблюдает определенные критерии, вот здесь государство на ту сумму денежных средств, которая потрачена на строительство жилья, предоставляет вот налоговый вычет. Если мы, например, квартиру построили за 100 тысяч белорусских рублей, 13% это вот тот налоговый вычет, то есть 13 миллионов рублей у вас не будет удержано подоходного налога с начисляемой вами зарплатой. То есть ваша квартира, если мы образно скажем, будет стоить не 100 тысяч рублей, а будет стоить 80, соответственно, там 7 тысяч рублей. А вот это уже весомая поддержка, да, это уже, я понимаю, что на самом деле на это стоит рассчитывать. Очередной телефонный звонок мы принимаем в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я живу и работаю в городе Гомеле. Вместе с тем я учусь заочно в университете в Москве. И вот на время сессии, чтобы оплатить за обучение, я подрабатываю. В организации, где я подрабатываю, мне сказали, что подоходный налог с меня удерживают. В связи с этим вопрос, надо ли мне отчитываться за эти деньги в налоговые инспекции в Гомеле. Светлана, я не услышал, подоходный налог там вас удерживают? Да, мне в организации сказали, что удерживает с меня подоходный налог. Спасибо за вопрос. Обучаетесь заочно в Москве. Но основное время вы пребываете здесь, на Гомельщине. Да. Вы являетесь налоговым резидентом Республики Беларусь. По тем доходам, которые вы будете получать за пределами Республики Беларусь, вам необходимо будет подать налоговую декларацию, указать ее в налоговой декларации. Если вам сказали, что там вас удерживают подоходный налог, соответственно, у вас будет на руках справка, в том числе, где будет указана удержана сумма подоходного налога. И, возможно, при подаче налоговой декларации расчете подоходного налога к вам в доплате ничего не будет. Но обязанность представить налоговую декларацию у вас есть. Кстати, вы можете ее представить не только здесь, в Гомеле, вы можете представить в любой налоговый орган Республики Беларусь. С 2019 года у нас на территории Республики Беларусь применяется экстерриториальный способ предоставления налоговой декларации, в том числе физическими лицами, в любой налоговый орган, не обязательно по месту своей регистрации, где вы зарегистрированы. Вы представляете. Срок представления декларации до 31 марта, года следующего за годом отчетным, и, соответственно, там до 15 июня придется, если будет вам насчитан подоходный налог, его уплатить. И дальше хочу еще ответить. Если вы являетесь пользователем, имеете личный кабинет налогоплательщика, то налоговую декларацию вы можете представить в электронном виде и, в принципе, общаться с налоговым органом в электронном виде и никуда не являться, не послать ее по почте, а представить ее через личный кабинет плательщика. Ну вот при таком напряженном графике жизни, как у нашей телезрительницы, это на самом деле очень удобно и очень хорошие новости. Давайте продолжим. Мы говорили о задолженности плательщика перед бюджетом. Да, мы говорили о задолженности плательщика по платежам бюджета. И вот здесь с этого года, согласно налоговому кодексу, для плательщиков, которые, ну, как я сказал, по-разному складываются обстоятельства, где-то и экономика подвела, его расчеты подвели, налоговым органам будет применено при остановлении операции по счетам через 5 рабочих дней или через 10 рабочих дней, в зависимости, как будет исполнено налоговое обязательство. Если налоговое обязательство будет исполнено в предыдущем месяце до 1 числа следующего за отчетным месяцем, то в течение 5 рабочих дней с момента наличия задолженности образования с 22 числа операции не приостанавливаются. Вот этот шаг, который предусмотрен в налоговом кодексе, позволил, в принципе, более свободно распоряжаться своими ресурсами налогоплательщикам и вести более, скажем так, спрогнозированные свою экономику своего предприятия. А это касается всех категорий плательщиков? И индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц. Спасибо большое. А у нас на линии есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Вы уже в эфире. Алло, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Не прерывайтесь, говорите. Добрый день, Владимир Васильевич. Скажите, пожалуйста, в этом году я получил наследство в жилой дом, извещение на уплату земельного налога и налога на недвижимость мне уже налоговая инспекция прислала, но там указан срок 15 ноября. Можно заплатить раньше? И что будет, если я не заплачу в этот срок? А вы пока колеблетесь, да? То ли раньше заплатить, то ли не заплатить. Ну, как бы, да, тут период уезжаю, не знаю, вернусь в это время или нет. Разные бывают обстоятельства жизненные. Спасибо большое за звонок. Сейчас Владимир Васильевич все вам разъяснит. Спасибо за вопрос. Действительно, налоговая инспекция сейчас производит выгрузку начислений по налогу на недвижимость, налогу на землю. И ряд наших уже физических лиц имеют возможность уплатить налог. Законодательно установлен срок 15 ноября, как было сказано. Но не надо дожидаться этого срока. Если есть возможность, есть сегодня финансовые ресурсы, его надо оплатить, конечно же, до 15 ноября. Можно это сделать в ближайшее время. Если у вас есть личный кабинет, опять же, вот вернусь к электронному взаимодействию налоговых органов с платежщиками, не только с предпринимателями и юрлицами, а и с физическими лицами, то уплату можно произвести через личный кабинет. Система банков там подключена. Это удобно и комфортно. Если налог будет неуплачен своевременно, здесь будет административная ответственность. В зависимости от суммы платежа, это 15%, но не менее 0,5 базовой величины. Спасибо большое за столь подробный ответ. Предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе, посмотреть сюжет. В нашем видеоматериале будет продолжена тема «Право на отсрочку». Производственная компания «Полидрев» – ведущая предприятие Республики Беларусь в сфере производства пластиковых деталей методом вакуум-формовки. Среди ее партнеров такие промышленные гиганты, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш. Практически все модели белорусских комбайнов, тракторов и автобусов оснащены изделиями производства «Полидрев». В этот список можно добавить детали медицинского направления и пластиковую продукцию для американского рынка автомобилей. Плюс российское направление. Сегодня гомельчане работают с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Итольятти, Ростовом и Волгоградом. А теперь внимание вопрос. Как при таком широком рынке сбыта можно было попасть в категорию неплательщиков? Это когда в случае задержки с уплатой налогов даже на один день деятельность предприятия практически прекращалась. Выплата зарплаты в таком случае обычно производилась за счет кредитов, что влекло дополнительные затраты. Все остальные планы часто приходилось откладывать на потом. Размываются оборотные средства. Вы поймите, мы должны произвести продукцию. Купить сырье, заплатить за электричество, за газ, за воду, за все коммунальные услуги, заплатить зарплату рабочим. Более того, после отгрузки продукции в адрес конечного потребителя мы должны заплатить налоги, в частности НДС. А в наш адрес деньги поступают нерегулярно и зачастую с большим опозданием. Но вот это большая проблема была. Проблема ни платежей не нова. Практика работы по предоплате пока широкого распространения в Беларуси не нашла. А поэтому даже промышленные гиганты могут позволить себе задержки расчетов. Для их более мелких по масштабам партнеров это создавало проблемы с обязательными платежами в бюджет и, как следствие, аресты счетов. Ситуация изменилась с принятием новой редакции налогового кодекса в январе этого года. Теперь добросовестные плательщики в случае форс-мажорных обстоятельств могут работать без блокирования счетов еще как минимум 5 рабочих дней. Ранее, если предприятие не уплатило по сроку уплаты свои платежи, то уже на следующий рабочий день всем плательщикам приостанавливались операции по счетам, независимо от того, накануне своевременно ими производилась уплата платежей, либо нет. Ну, естественно, все это парализовывало фактически работу, хозяйственную деятельность предприятия. Тенденция этого года – количество мелких и средних частных предприятий в Гомельской области увеличивается. Новобелецкий район – не исключение. В соответствии с правилами рынка кто-то останется на плаву, кто-то прекратит свою деятельность. Правда, теперь у предприятий появляется еще один шанс – возможность рассчитаться в течение еще нескольких рабочих дней без блокирования счетов. Для бизнеса – реальные дополнительные возможности развития. Главное – быть действительно добросовестным. После выхода новой редакции налогового кодекса мы сейчас можем производить свои платежи. То есть арест счета не происходит, нашего счета. И таким образом предприятие может провести хозяйственную деятельность. Вот эту неделю, а это очень важно. То есть мы можем покупать сырье, платить зарплату, платить какие-то необходимые платежи для нас. И у нас не арестовывают счета. Для нас это очень важно. Это шаг в правильном направлении. И мы благодарны о том, что это постановление вышло. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна. Сегодня гость нашей программы Владимир Васильевич. Мы посмотрели сюжет. А на самом деле вот этим правом на отсрочку много субъектов хозяйствования сегодня пользуются в регионе? Ну, если уже статистику посмотреть, она, в принципе, передо мной была. У нас на 11-й день после срока уплаты было приостановлено операция 84-м платежщикам. На 6-й день 589-ти. Это вот те субъекты, которые, скажем так, вышли за те рамки, которые были предоставлены по налоговому кодексу. Иметь право не приостанавливать операции по счетам. После 22-го числа мы, наверное, приостановили бы операции по счетам порядка 2,5 тысяч. А 86 только не исполнили вовремя, и они будут исполнять уже в следующем, соответственно, месяце. Поэтому я считаю, вот эти изменения, которые приняты с 1 января 2019 года, они действительно существенно оказали влияние на осуществление субъектами предпринимательской деятельности своей хозяйственной деятельности. А коль уже дело дошло до административного взыскания, до начисления пеней по просрочке, можно ли каким-то образом освободиться от этого бремени? Ольга, действительно можно, представив определенный комплект документов, указом главы государства номер 340 от 2015 года о порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней, такое право дано субъектам предпринимательской деятельности. Если уже опять посмотреть статистику, то за 2018 год у нас порядка 20 платежщиков воспользовались таким правом, и сумма невзыскиваемых вот этих административных штрафов в пене составила порядка 18 миллионов белорусских рублей. То есть это те деньги, которые субъект мог направить дальше на развитие своего бизнеса, не уплачивать бюджет по мерам от ответственности. Есть такое право. Если необходима какая-то дополнительная консультация платежщиков, можно обращаться в любой налоговый орган по месту регистрации, вам дадут более детально, более обширно такую информацию. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. В связи с отсутствием электричества в офисе 20-го числа не смогла в установленный срок представить ежемесячную налоговую декларацию по НДС налоговый орган. Представила только у 21-го числа. Подскажите, пожалуйста, будет ли применена ко мне административная ответственность в этом случае? Спасибо. В принципе, по представлению налоговой декларации сроки по каждому налоговому платежу, я говорю о налоговом кодексе, и в основном это не позднее 20-го числа месяца следующего зачетным или квартала следующего зачета, зависимо от того, как представляется налоговая декларация, или поквартально, или ежемесячно. В данной ситуации платежщик, я понимаю, опоздал на один день, и вот отсутствие электричества это не является уважительной причиной, в принципе. Можно декларацию предоставить и на бумажном носителе, и по почте, и днем отправления декларации по почте будет день, который указан на штампе почтового отправления. В этой ситуации можно было бы это сделать, но за несовременное представление налоговой декларации, да, действительно предусмотрена административная ответственность по статье 13.4, но в данной ситуации мы, в принципе, рекомендуем своим коллегам при просрочке, вот как было сказано, один день, применять способ такого административного наказания, как предупреждение. Это не соответственно денежное средство, это административное наказание, предупреждение, и здесь вот нету прямого умысла, где необходимо было привлекать каким-то денежным штрафом, да. Здесь причина уважительная, скажем так, относительно уважительная. Относительно, да. Относительно уважительно, поэтому я думаю, что на первый раз будет объявлено предупреждение, и это есть административная ответственность. Ну, это физические лица так могут оправдываться, да, отключили электричество, почта закрылась. Ну, это юридическое лицо обращалось, я так понимаю, что декларацию по НДС у нас представляют юридические лица. А вот что касается недобросовенности и неблагонадежности партнеров и контрагентов, вот такую информацию принимаете в качестве оправдания или проверяете, пожалуйста, товарищи, с кем работаете? Можно ли проверить как-то это заранее? Действительно, мы здесь советуем проверять свои взаимоотношения с своими контрагентами. Сегодня на сайте Министерства по налоговым и сборам есть очень много необходимой информации. Зайдя на сайт, зайдя, скажем так, в нужный раздел, можно посмотреть всю информацию о благонадежности своих платежчиков. Первое – это наличие задолженности по платежам бюджет, как налогоплательщики исполняют свои налоговые обязательства. На первое число каждого месяца эта информация обновляется, эта информация хранится на протяжении ряда лет. То есть вот эту благонадежность по исполнению налогового обязательства мы можем посмотреть, в принципе, за какой-то определенный период. Также мы можем посмотреть на электронном портале единого общегосударственно-автоматизированной системы, где указано, скажем так, есть ли у контрагентов задолженность перед бюджетом. Это первое, что мы сказали. Не является ли он, соответственно, банкротом? Не рассматривается ли в отношении у него дело об экономической несостоятельности или приказное производство? Включен ли этот субъект хозяйствования в план проверок? И вот мы должны понимать, те шаги, которые предпринимаются контролирующими органами в принципе и в целом, это за последние годы, скажем так, проявление степени доверия к налогоплательщикам, в том числе налоговый орган не стремится по любому вопросу проверить плательщика. Если уже есть самые серьезные обстоятельства, если, скажем так, система набранных баллов говорит о том, что вот необходимо проверять, в этом случае мы только будем его проверять. И попасть в план проверок сегодня могут те плательщики и попадут, которые на предварительном этапе вызывают какое-то сомнение. Поэтому вот рассматривая этот весь спектр информационных ресурсов, субъект хозяйствования может сделать вывод о контрагенте, стоит с ним работать или не стоит. Да, полезная информация на самом деле стоит поинтересоваться заранее. А можно ли заплатить долг по налоговым платежам за другое лицо, либо же наоборот попросить кого-то? Сегодня юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вот начиная с 1 ноября 2018 года, это было определено указом главы государства номер 29 о налогообложении. Эта норма, доказав принцип на то, что она действительно актуальна, перешла в налоговый кодекс. И сегодня, за 5 месяцев, вот статистика текущего года, порядка 680 субъектов предпринимательской деятельности в сумме 13 миллионов рублей исполнили налогообязательства один за другого. Но в этой ситуации, если плательщик за другого плательщика исполняет налогообязательство, то права требовать возврата уже суммы у плательщика нет. Право такое есть, и действительно, вот за последние два года и в этом году этим правом очень хорошо пользуются плательщики для того, чтобы не иметь, скажем так, фискального взыскания тех сумм задолженностей, которые определены ими численно перед бюджетом. Да, но это не значит, что потом не будешь иметь долгов. Но уже не перед государством. Не перед государством, а перед своим контрагентом. Как Вы считаете, сегодня можно говорить о том, что действительно созданы все условия для того, чтобы добросовестно исполнять свои обязательства и платить налоги вовремя? Я скажу, что да. Государством созданы все условия, и мы должны понимать, вот тот комплекс нормативных документов, указов главы государства, декрета номер 7 от ноября 2017 года, 399-й указ главы государства о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий, налоговый кодекс, предусмотрел весь комплекс мер, начиная от рассрочки, от отсрочки платежей по контрольной деятельности, уменьшение нагрузки по контрольной деятельности, предоставление большего права, уменьшение ряда нормативных документов, которые могут негативно воздействовать на ведение бизнеса. Вот, как я сказал, и налоговый кодекс, то, что мы сегодня уже говорили, о предоставлении права плательщику исполнить вот за другого плательщика. Это все условия направлены на то, чтобы сегодня своевременно исполнялось налоговое обязательство и денежные средства. Они чем хороши, когда они своевременно поступают в бюджет, тогда мы сможем своевременно вести расходы по бюджету. Конечно, тогда можно и планировать расходование бюджета, а это, в общем-то, вся наша социальная жизнь, все гарантии, которые нам предоставляет государство. И инвестиционный климат тоже. Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Есть мнение». В этот раз мы выбрали такой вопрос. Нужно ли, на ваш взгляд, совершенствовать систему налогообложения? Сейчас, на данный момент, я считаю, что, в принципе, налогообложение адекватное, работает разумно, да, то есть, сам как бы в прошлом ИП, и, то есть, ну, не было обязательных каких-то квот. Вот, то есть, заработал, будь добра, дай. Ну, и налоги наши, можно сказать, не самые большие-то в мире, по сути. Скажем так, пропорционально. Трудный вопрос. Потому что сам был предпринимателем, поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. Можно их назвать? Наверное, нельзя. Для пенсионеров, конечно, сильно дорого делают. Скидок никаких нигде нет. Даже не знаю, что сказать. Ну, можно налоги, в принципе, уменьшить. Система жизни идет, она совершенствуется. И что-то на опыте апробируется, что-то будет не так. Ну, поправят. По-моему, все нормально будет. Но платить налоги надо. Надо, видимо, один раз к какому-то знаменателю пройти, а не каждый полгода или даже месяц что-то там изменять, добавлять. И поэтому не все вот эти, которые платят, могут сориентироваться. Но вот это, я думаю, что нужно один раз и навсегда. Электронные услуги, которые они якобы начинают развивать, довольно-таки на низком уровне. И когда пишешь заявление, открываешь там какое-то дело, оно все хорошо получается. Ну, например, оплата, как это называется, налога на недвижимость. Платишь, все в порядке. Расторгнуть договор – проблема. Нельзя в электронном виде его расторгнуть. У меня есть личный кабинет, есть все. А расторгнуть этот договор я не могу. Мне надо идти, писать заявление. Вот такие вот нюансы, может быть, уже можно их как-то ликвидировать. Вот так сильно не связано. Ну, я думаю, что как по знакомым, нормально, мне кажется. Следят за всем. А усовершенствовать? Ну, у нас все надо усовершенствовать. Прогресс идет. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о налоговой грамотности. О работе налоговых органов региона. Владимир Васильевич, а вот как бы вы ответили на этот вопрос? Знаете, Оля, задел меня… Как совершенствовать? Задела? Да, да, да. Последний вопрос по электронным услугам. Вот там женщина говорила, что надо предоставить документы по заключенным договорам. Опять же, вот хочу так отреагировать. Подача запросов в свободной форме. Я так понимаю, человек имеет личный кабинет. Но сегодня вот здесь, в личном кабинете для физического лица подраздел «Подача запросов в свободной форме» вот оно есть, работает. Поэтому физическое лицо может свободно написать ту информацию, которая необходима ему, для того, чтобы не обращаться опять в налоговую инспекцию и не говорить о том, что налоговый орган пришлось идти и не смог в электронном виде повзаимодействовать. Вот эта вкладка работает примерно около, наверное, полумесяц. Поэтому вот отвечая на этот вопрос таким образом, что сегодня нет необходимости расторгнуть договор по сдаче того самого жилья в наеме, так понимаю, об этом и шел разговор, и шел разговор о недвижимости. И сразу же вот тут идет второй вопрос, когда человек сказал, что один раз к общему знаменателю и навсегда. Вот такое невозможно. Мы живем, мы совершенствуемся. И вот предыдущий ответ, который я давал, образовалась новая вкладка. Человеку не надо являться в налоговую инспекцию, нести вот этот договор. Он написал нам. Элементы совершенствования всегда есть. Конечно, приветствуем, и мы с налоговой инспекцией сами выступаем за стабильность налогового законодательства. И когда главой государства было принято решение до 2020 года не вносить никаких существенных изменений, в принципе, чтобы они не явились большим временем для налогоплательщиков, упрощения, пожалуйста, а большего времени не надо. Вот эти вещи действительно мы приветствуем. И когда они направлены на уменьшение налоговой нагрузки, я думаю, что они будут хорошо приняты и нашими гражданами, когда будет меньше налоговая нагрузка. Это очень сложно не приветствовать, такие изменения. Когда мы платим меньше, да, это хорошо, наверное. Конечно. Но когда мы платим правильно. Вот я бы что хотела еще успеть обсудить. Как известно, в конце еще 2017 года глава государства был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на раскрепощение деловой инициативы, на развитие предпринимательства. Как эти документы, уже сейчас можно какие-то итоги подводить, повлияли на жизнь нашего региона, на активность бизнеса общества? Я, наверное, начал бы здесь с двух нормативных документов, которые ближе всего касаются наших физических лиц. Это 337 указ главы государства, именно физических лиц. И 364 – это работа по заявительному принципу. То есть ты можешь не регистрироваться в свой бизнес, не быть индивидуальным предпринимателем, не создавать юридическое лицо, а осуществлять более 30 видов деятельности без государственной регистрации. Вот здесь к уровню прошлого года у нас количество физических лиц возросло на треть. И второй нормативный документ, 364 указ – это ремесленная деятельность. Здесь количество физических лиц возросло на две трети. А если говорить уже об абсолютной сумме, то это порядка 2000 человек, если так уже глубоко сказать, эти люди имеют сегодня созданные для себя рабочие места благодаря вот этим указам главы государства и информационно-разъяснительной работе, которую проводят местные органы исполнительной власти и налоговые органы на местах. И, собственно говоря, где сегодня вот такое новое производство на 2000 рабочих мест? Вот два нормативных документа, которые дали возможность людям свободно заниматься определенными видами бизнеса. И не просто, а любимым своим делом, помимо того, что работу не нужно искать где-то, на ней еще не нужно мучиться, можно заниматься этим с радостью, хобби своим, еще и деньги получать. Совершенно согласен. Здесь человек уже в праве самостоятельно, даже после, имея даже, может, где-то и основное место работы, заплативший вот ставочку единого налога, а по ремесленной деятельности заплативший вообще одну базовую величину, 25,5 рублей, осуществлять свой бизнес. Где-то что-то изготавливать своими руками, соответственно, продавать, выставляться и получать. Самое главное, получать доходы здесь, на территории Республики Беларусь, ну и направлять уже, соответственно, на те интересы, которые человек преследует от своей деятельности. На самом деле изменения позитивные. Как вы думаете, будут ли эти цифры еще расти? Либо же уже какой-то предел достигнут роста? Вы знаете, будут однозначно расти, потому что мы усилили направление рассветительной работы. Мы больше стали встречаться в трудовых коллективах. И при встречах народ интересуется, и очень активно интересуется. И это заметно то, что все-таки не каждый еще сегодня человек знает то, что есть такая возможность. Поэтому есть нам куда расти. Наши соседи из Брестской области, они немножко опережают нас. по численности, по заявительному принципу, по ремесленной деятельности. Ну, тут, наверное, влияние экономики. Там более мелкий бизнес у нас, более крупные предприятия, обеспеченность наличия рабочих мест. Но в любой ситуации вот это вот сегодня социальная возможность человеку иметь возможность заработать дополнительные деньги для себя, это очень существенно и очень актуально. На самом деле, тут сложно не согласиться. Есть связанный с этим вопрос, который пришел к нам на Вайбер. То, что у нас все больше людей имеют возможность открывать свое дело без регистрации ИП, не повлияло на количество предпринимателей? Их не стало меньше? Однозначно, их не стало меньше. И вот я хочу так сказать, вот тот, в том числе и налоговый климат, который сегодня создан в Республике Беларусь, он чувствуется гражданами. На территории Гомельской области у нас по сравнению к аналогичному периоду прошлого, к началу года, к 1 мая 2019 года, количество предпринимателей увеличилось порядка на 890 человек. То есть человек сам определяет, есть возможность, устраивают его эти экономические, в том числе налоговые отношения. Он идет и пробует себя в этом бизнесе. Поэтому однозначно наблюдается рост плательщиков, рост юридических лиц наблюдается. Правда, там не такой значительный, как индивидуальных предпринимателей. Хочу еще сказать, что мы получили несколько сообщений от абонента с именем Просковья. С вами обязательно свяжутся сотрудники налоговой инспекции. Достаточно сложный у вас вопрос, который требует выяснения обстоятельств и разъяснения. Поэтому ждите звонка. Но ответ в любом случае вы получите. Владимир Васильевич, спасибо большое за сегодняшний диалог. Ольга, спасибо вам за ту возможность встретиться с этими налогоплательщиками, высказать ту информацию, я думаю, которая будет и актуальна для них, и провести вот такую информационно-разъяснительную работу. Спасибо большое. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Владимир Девоин был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за вашу активность. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин